всем привет уже четыре часа дня мы сейчас я рассадимся обедать у нас вот такое месиво непонятное сейчас немножко хоть потише стало то мило на мило почти два градуса тепла сейчас вот один градус и на такой снег дождем непонятный метеот конечно сегодня тоже занятия тренировки все отменились на лыжах потому что там невозможно на лыжне это все с лякотью мокротой нам конечно завтра надо с колясками выходить коляской ну там смотрите там лужи и сама сегодня подмерзнет я даже не знаю вот у нас уже я рад занимался был педагог было рисование да немножко потом поставлю чисто рисование в конце там что он рисовал что он делал так не снимал ничего не ставила из как бы камеру ничего не записывали просто немного в конце поснимала его окончание занятий сейчас садимся покушать мы кушаем гречку котлетами будем сейчас кушать вот у нас вот так вот и немножко у нас осталось еще салата крабова ты будешь я крабовый салат будешь нет ну не будешь не на тогда я поем немного оставлю может быть и мельки вот андрей на работе как всегда так что жизнь продолжается жизнь дальше идет решила буду немножко снимать буду рассказывать даже свое вот это вот принятие свое наверное перестройку организма свое перестройку жизненных позиций а мы осмысление если это интересно напишите как бы да я честно говоря с лета у меня это все происходит с мысли в голове восстанавливаются в ряд вот но нет чему хочу сказать что я не знаю как ты думала сначала это все поэтому как-то блоги немножко они сократились потому что больше это занятость где-то другой стороны больше отдыха есть не старалась это все рассказывать но думаю все таки наверно надо общаться мне кажется будет вам интересно и вы свои мысли если что тоже будете рассказывать мне как бы как это все-таки приходит это принятие вот этой особенности принятия этой жизни и что дальше происходит у нас адаптация короче говоря семьи и начиная с моего именно даже подожди пожалуйста я записываю а ты включаешь это даже с того же самого приятия моей жизненных позиций естественность как это все сказалось на моем здоровье но состояние семьи и всего вокруг так что думаю будет интересно должно быть буду стараться свои мысли высказывать не только андрею и с ним делиться да вот этим всем просто для меня андрей как бы самый близкий друг с которым я уже сколько я не знаю больше пятнадцати шестнадцати семнадцати не знаю сколько лет то есть как бы для меня это стала лучшая подружка которой принципе даже причем что моя свяковь была нельзя мужу все рассказывать но для меня это было один был единственный друг которому я все рассказывала всегда именно все свои мысли свои переживания поэтому иногда я их не высказываю уже на камеру потому что я их вроде как проговорила я их рассказала и ну проработала грубо говоря получается вот так вот посмотрим что из этого получится но думаю должно получиться чтобы делиться именно с вами и как бы все равно это на на становление становление новой жизни мы сейчас всем привет приехали на занятия сюда музей я работ занятия посвященные расчеству аккуратно здесь все вообще не предусмотрено аккуратно ладно я отключусь помогать аккуратно смотри ты съездишь точно не перевернешь кто-то уже тоже приехал с антимом так заказали желание да ну что же опять картошку как будто золотный кот живет сын и кот будет закрашивать еще раз это а это это вот мисел такой что вообще не пройти нас коляске вообще не проехать не знаю как они убирают здесь убрали а здесь этот здесь узнаем другая земля общая служба спасения 112 на все есть невозможность сегодня же воскресенье заканчивается обалдеть пол января прошло но мы позанимались с Ярой я так что-то устала но хотела показать другое сейчас я приготовила готовлю вот такой это еще не приготовила пока готовлю я сейчас я сегодня сделала немножко по-другому я все вместе стушила чуть-чуть помидоры морковка лук капуста и добавила томата это все потушила чуть-чуть и потом их смешала с фрикадельками фрикадельки это курица мясо с у меня с рисом и с приправами да как всегда я просто положила туда вот эти овощи котами мне так очень нравится таскана вот эта фирма классные такие они вот внутри прям и вкус у них очень классный там помидорки все это соединила с фаршем и поставила сейчас пускай на большой огонь кипятком залила потому что там без масла но само по себе с этого с мяса будет сейчас немножко жирности вот и в принципе поставила тушить я сегодня ходила купила капусту вызвала еще цветную капусту я не знаю сейчас посмотрю может быть цветную капусту тоже приготовлю хотя уже вечер почти пять часов но получилось сегодня с утра у меня была тренировка сегодня я заниматься ходила сейчас уже январь начали занятия потихоньку вот опять честно я все тело аж болит но хорошо очень приятно и будем сейчас еще пробовать продолжать на том что немножко поменялись условия не знаю посмотрим она попробует там как бы она сказала должна поговорить узнать по аренде этого зала в общем девочка да кто занимается как она получится потом в общем то принципе уже будет потому что там немножко в расписании поэтому у нас не получалось пока занятие у группы и у девочки у самой но тренер очень классно хочется с ней продолжать занятия поэтому возможно искать какие-то пути то ли по платье может быть побольше мы посмотрим потому что заниматься конечно очень хочется соли все уставшие тела ноги поэтому мы с яроща сделали математику сделали мы еще математику мы сделали получиру и сделали по фоксфорду занимались вот завтра у него педагог потом рисование но я не знаю что то как я попаду не попаду опять туда завтра андрей на работе у меня не очень радует не знаю даже здесь коляска вообще выехать невозможно но надеюсь если в принципе дороге сейчас как-то получше возможно все таки попойду может быть я как-то по-другому пойду с ним с коляской чтобы потому что заниматься надо мастерскую там не только рисование там декупаж плюс еще общение с ребятами большое с мастерами у них такая взаимосвязь взаима в общем-то принципе занятие поэтому принципе хочется чтобы все-таки я проходил на занятия туда сегодня надо было на изо в другой центр но не пошли из-за погодных условий еще мне честно говоря на пятки я не знаю то ли с ремонтом где-то что-то в общем я три дням я прям ходить не могла как будто как шип какой-то я уже думал что неужели какой-то шип что это как это какой-то с черным пятном но она стала как типа гэта и сегодня ковыряла расковыряла у меня там какая-то проволока какая-то золотистая такая тонкая тонкая я даже не знаю откуда если с ремонта с комнаты но у нас там вроде такой нет она совсем тоненькая тоненькая где вообще как она попала ко мне туда в ногу золотистая она чистая она абсолютно такая то есть если это чистилки которыми мы чистили стенки могут там что-то другое когда линолеум снимали но он должен был быть ржавый по идее а это абсолютно так у нас как будто бы кусочек золотой проволоки вот такое вот он было коса в ноге и вот он такую вещь давал я честно я три дня практически нормально нормально ходить не могла нет так сюда донимала прям наступить на пятку невозможно болеть дико сейчас приложила синтомицинку с пластырем посмотрите попозже если не вытянет там потому что там гной был может боль еще есть возможно там еще что-то может быть есть наш я не знаю даже откуда это ерунда мне попала вот так вот так что вот такой у нас сейчас будет сейчас покипит немножко при кодельке с этот и будем кушать на яра просится на улицу но посмотрю как мы получится тоже все-таки хочется чтобы еще потренироваться а у нас здесь съемки идут и андрей по-моему сегодня немножко снимал я сейчас поставлю у нас здесь комедик лапа вроде на месяц в калуге съемки делали прям вот здесь напротив и вот сейчас кстати они сейчас опять по-моему да начинают вот вечерние съемки у них вот там есть типа у нас магазинчик напротив как раз вот розовый это секс-шоп вот они в этом секс-шопе сегодня целый день вот опять собираются наверное стали когда темнота что ли будет в обмудре опять заносит опять будут снимать дальше на какое-то продолжение вон там технику тащит принципе прикольно интересно так столько народа массовка надо еще цветы полить вот еще что хотела еще цветы по поводу мелькиного ремонта так новости все сразу потому что два-три дня вообще без блогов там мы сейчас сделали жидким стеклом и вчера немножко про шпаклевали вчера шпаклевала уже и мелька все-таки стекло я пола мелька прошпаклевала значит немножко расстроилась за этой плесень и забросила типа без нее как бы я не заканчиваем же все-таки и комната затянули чуть-чуть то есть как бы здесь я знаю что я хочу а там это ее интерес и ее желание поэтому только все для нее даже автобусную остановку делали создавали искусственно со славочкой с вывесками обалдеть прикольно так очень-то интересно посмотрим дальше если выйдем то возьмем вас с собой на улицу он у нас напротив скорее всего кино снимают от киношники это почему-то интим-магазин знаешь что за сериал будет мило драма драма или этого на них ходит само утро сначала устанавливали там всякие приспособление это сейчас скамеечка сидят потом посмотрим может новостях расскажешь чтобы закрепить сериал который они снимают секс-шопе нашим круглосуточным вот такие вот дела у нас творятся и и и и и и и и и я и в Поднимай. Давай. Ну, когда две руки неинтересно. Ты одной сам? Попробуй. Давай. Открывай пальчики. Ай, делай. Ну, чтобы тогда будет видно, что ты сам делаешь. Я тебя не тяну. Поехали. Пошел, вперед. Хорошо, отпустите. Давай, не отпускай, ладно. Давай, пошел. Ну. Еще. Еще. Еще рыбок. Ты руки сюда тяни. Ярк, еще. 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 Еще рыбок. Вот. Молодец. Я тебя не отпускаю. Давай. Три-четыре. До конца. Ярк, ложись до конца полностью. Пошел. Давай, 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 давай. Еще. 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 Молодой красавчик. Довольный какой-нибудь сам, потому что практически. просто ему руками. Я вам показала, вот. Я говорю, видишь, я, смотри, я как. Хоп. Видишь, руки. Два. Ну, ты тоже. Давай, теперь ты. Я три раза сделала. Теперь ты. Смотри. Еще раз. Опускайся. Опусти. Хорошо, отпустила. Ложись. Ты сейчас опять загнала. Загунешь руку назад. Тебе будет тяжело с нее вставать. Скользь от тебя. Пошел. Молодой. Я тоже даю правую ударь. Пошел. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Еще. Еще. Давай, давай. Еще. Три, четыре. Животом. Прессом. Ты не головой поднимайся, а прессом. Я когда встаю, видишь, я просто сначала шею, а встаю я головой. Нет, все, не прыгай. Ай, охрана, у тебя руки тут. Обнимемся потом, когда руки у тебя будут свободны. Четыре, еще. Три-четыре, держу. Пошел. Давай, давай. Прессом, пресс. Да, не пресс. Еще. Животом. Еще. А я ноги сейчас убрала. Да, ну ничего. Да, 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 да. Молодец, умница. Молодец, красавчик. И теперь. Я тоже красавчик. Мы вместе две красавцы, два красавца. Четыре, улыбочка. Пять. Шесть. Ты лучше считал. Семь. Согласся. Отключи. Отключите мои, этот, как его. Микрофоны, мониторы. Раз. Пожалуйста, считай, поставь ноги, чтобы они тебя стояли. Четыре. Наверное, это твой рай, искать его отражение. В предметах черного цвета, и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света, так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает, брат, такую, как ты. И что в мечтах твоих ванильные свеженьки зимой, а под шагами босоногими метели и лёд. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдёт. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на три минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что всё хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен, нужен ещё. Наверное, это твой рай. Бродить, срывая букеты. Так их спасая от ветра. И врать, что дарят цветы. Конечно, если мне он встречал вас с вами. О, мы всё-таки сделали это, да? Собрали, да. Я вот не помню машинку. Какие машинки они? Они маленькие были, да. Они маленькие были, да, розинки. Они хотвился, но они такие. А там нету в этом? Сейчас мы идем. То, что, да. Узкие такие, да? Наверное, да. Мой письки, груши. Да, он уже 50 раз, ну. Вот там они, гоночные. Всё посмотреть надо. Похоже. Они, потому что помню, они были тяжёлые. Почему он не пошёл? Что-то там. Чтобы ей не хватило скорость выводить. А всё похоже на него, да? Ага. Он как будто бы застрял. Следы похожи. Устарение, молди-баталейка слабая. О. Я, это убери. Нет, это убери. Руку убери. Это не так. Дай мне её. Сейчас. Ты немножко подталкиваешь там. Это убери лицо. Снимай. О, моё. Классно. Потолкнили. Боишься? И сколько штук было? Две. Надо её вытарать. Ну, ты его разбирал, забирал. Да. Сима, Сима. Сима, иди сюда. Мыша такого запустили. Мыша такого не станет у вас ещё не помочь. А, молодец. Толкай, именно. Надо поискать, где она была. Что-то здесь нету. Ну, ты не можешь сейчас я это всё беру. Ну, это ещё маленькая часть, а мы. До сих пор. Это машина действительно. Нет, это большая яра. Это не пойдёт. Ого. Нет, это большая. Они сошёл. Нет, так не пойдёт. Игорь, спитер. Пусть. Пусть. Боится, 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 боится. Боится. Сядь, Рома. Вот такая улыбка у Ярослава. Вот она у нас. Так, сфотографировала Ярослава. Теперь Илюшу сфотографирую. Сейчас, подожди, нет. Это домик будет. Спасибо. Ничего тебе. Здорово, ребята. Вы большие молодцы. Наш урок подошёл к концу. Я с вами прощаюсь. Всем до свидания. Всем хороших фонфорных. Офигательно гуляйте. До свидания, Иван. Играйте в снежки. Лепите снеговиков. Всем до свидания. Пока, пока. До свидания. Иван. Наверное, это твой рай. Искать его отражение В предметах чёрного цвета И слышать в голосе май Наверное, это твой рай В лучах оконного света Так близко кажется небо Когда глаза цвета рай И хорошо, что он не знает Брат, такое, как ты И что в мечтах твоих ванили И снежинки зимой А под шагами А под шагами Субтитры сделал DimaTorzok